Город наш, здесь живем, потому что нам нравится это. День за днем, от луны до солнца, от звезд до рассвета. 15-й юбилейный сезон стартовал с презентации этой музыкальной композиции. Авторы надеются, что в ближайшее время она станет гимном Самарского КВН. Участники команды «Авангард» около года ждали выхода на сцену, чтобы перейти из Лиги юниор во взрослую. Ребята дружат с первого класса, они уже закончили школу и поступили в разные вузы. Говорят, КВН сближает и развивает. Им нравится работать в команде, тренировать актерское мастерство и презентовать свое творчество. В этом году они выступают одними из первых в блоке «Новички». Несмотря на то, что зал еще не разогрет юмором, планируют завоевать сердца зрителей и победить. Мы переживаем жизнь и эту жизнь показываем на сцене. И нам очень приятно рассказывать с помощью шуток то, что происходит в обычной жизни. Это всегда интересно. КВН – это жизнь. Любить КВН. Ребят, давайте помечтаем о будущем. Вот то, что хочется. Я хочу новый дорогой айфон. А я тогда Крузак 200-й. Ребят, ну что вы какие алочные. Самое главное в жизни – это они. Мама может, мама может, все, что угодно. Вот. 400 тысяч. 150 тысяч. На выход. Крик души. За углом. Тронулись. Шишка. Два часа искрометных шуток и тонкого юмора. На сцену вышли 24 команды со всего региона. Каждая показала минимум пять номеров. Участники очень волновались, ведь их оценивало строгая жюри. В его составе признанные КВНщики. КВН, он настолько удивительный в принципе, что каждый год из-за команд, из-за новых веяний, из-за трендов, он всегда по-своему уникальный и удивительный. И 15-й, естественно, не будет исключением, потому что КВН – это в первую очередь слежение за трендами. Это всегда на одной волне с молодежью. Это всегда на актуальные темы. Очень много новых команд. Победителями фестиваля открытия 15-го юбилейного сезона официальной лиги КВН «Самара» стала команда «Неваляшка» Самарского университета. В номинации открытия фестиваля победила команда «Крик души» из «Отрадного». А в номинации «Лучшая шутка» – «Провком» «СамГТУ». Номинация «Я самый смешной» – Дмитрий Гольцов из команды «На самом деле». А самой смешной стала Евгения Полковникова из команды «Дважды два» Самарский университет. Елена Малютина, Константин Головин. События.